всем привет о чем сегодня мы будем говорить вы видите сами по названию видео и по коробочке я конечно когда эти наушники только получил на обзор за это спасибо представительству украинскому компании sony думал что я сделаю больше видео с ними что у меня что-то буду скажем airpods pro sennheiser momentum true wireless 2 может быть еще какие-то именитые tvs кино как как говорится человек предполагает а коронавирус располагает поэтому пока ничего больше я не добыл но может быть позже скажем ближе к лету когда это все не закончится но как минимум наступит небольшой кратковременный просвет ну а может чуть подольше в общем сегодня мы поговорим про sony wf 1000 xm 3 true wireless наушники от компании sony в общем то чем они интересны они интересны то тем что тут реализовано активное шумоподобление но и в целом как бы это вот та категория моделей в которых работа программистов составляет одну значительную часть стоимости и поэтому скажем многие вещи тут реализованы на недоступном для широких китайских масс уровне стоимость их составляет примерно 220 долларов где-то в таком районе ссылку добавлю в описании поэтому принципе давайте на их смотреть но анекдот дня сегодня такой у соседа перфоратор у меня волынка ремонт закончится а музыка будет вечной упаковочка вот такая вот аккуратная что самое смешное она была была запаяна в пленку наушники и стикер про активное шумоподавление был на пленке то есть часть рекламной информации снялась красивое сочетание глянцевого матового причем соответствует самим наушникам них тоже вот эта часть более блестящие часть функции наклеена отдельно стикером как мы уже видели в sennheiser momentum это характерная вещь для подобного рода модели потому что многие фишки добавляются потом софтован но и тут видите добавили алексу и google ассистент поэтому чтобы не переделать коробочку их допечатали меня как бы официальная украинская версия поэтому тут есть дополнительный стикер сразу после открывания тут краткая инструкция и сами наушники а если добыть часть то тут еще довольно подробная инструкция на разных языках usb-c шнурочек и набор насадок соньковские насадки это конечно прекрасная штука особенно вот эти вот еще люблю их со времен со времен проводных наушников от sony так лишнее убираем в общем как видите комплект поставки базовый но все нужное тут есть забыл кстати посмотреть показать видите тут сзади много информации на украинском языке нету русском тоже но в целом вот фотка как они выглядят в ухе то что тут специально разработаны чип от sony для активного шумоподавления хороших обещают хорошее качество голосовых звонков это обязательно проверим быстрая зарядка то есть где-то 10 минут зарядки дадут до 90 минут воспроизведения но на самом деле где-то 70 80 ну и время воспроизведения до шести часов с активным шумоподавлением но реально где-то до от четырех с половиной до пяти но все равно неплохие результаты и 24 часа вместе с зарядками в кейсе без шумоподавления до 8 часов ну скорее где-то 7 но тоже хорошо и до 32 кейсе в общем то видите сами что сделано все на довольно качественном уровне тут такой вот кейс крупнее чем допустим у конкурентов от apple сам кейсик сделан из софт-тач пластика вот из бесит для зарядки но и он такой крупный видно что много места внутри под аккумулятор отведено пластиковая крышка на магните такого симпатично бронзового цвета ну и открывая ее получаем доступ к самим наушникам вот они вот такие видите в кейсе тут больше ничего нету кроме большой выемки она заметно по моему больше чем сам наушник хотя надо замерять наверное общем тут есть светодиод который включается когда наушники внутри заряжаются но в общем обычный кейс хорошо сделанный сами наушники уже более необычные видите вот такая вот форма необычная посадка в ухо все необычно выступ со звуководом расположен где-то в середине корпуса вот так вот они садятся в уши поэтому в самом ухе выглядит как такая маленькая гарнитурка старая монотелефона во времена до появления всех этих ваших true wireless сами корпуса сделаны из пластика есть черная версия и такая как ее назвать шампань вот эта часть отвечает за сенсорное управление можно выбирать что именно она делает покажу потом приложение целом когда привыкаешь то в ухо они садятся неплохо нужно просто привыкнуть что садятся они вот так вот то есть каждый в свое и нужно их усаживать вот таким вот выступом сверху вот тут вот часть прозрачная это датчик приближения поэтому они могут выключаться когда вы их вынимаете из ушей контакты для зарядки тут микрофон и вот не знаю видно будет или нет иногда подмигивает светодиод ходе работы моргает редко наверное это даже хорошо целом по посадке они довольно комфортно садятся почти в любые уши звукоизоляция пассивная чуть выше среднего вы довольно вытянутые звуководы есть выступ который держит насадки есть защитная сеточка поэтому тут все на что я всегда обращаю внимание сделано так надену обратно насадочку принципе носится удобно управляется тоже удобно тут с этим все в порядке что еще про них рассказать качество связи хорошее скажем только когда вокруг много источников электромагнитных помех могут заикаться ну скажем так ведут себя почти все true wireless наушники в целом все зависит от количества всяких вай-фай сетей и прочего вокруг вас фоновый шум очень очень тихий поэтому больших проблем он не доставляет и как обычно все хитрые модели все хитрые производители когда останавливается музыка они выключают аудиотракт поэтому шум практически незаметно чтобы расслышать я поставил трек без звука тогда как бы он тишина но фоновый шум в ней в этой тишине слышен активный шумодав работает весьма хорошо то есть скажем не так круто как у полноразмерных наушников но для вкладышах это в общем то наверное лучший шум активный шумодав на данный момент не корежит музыку ну и хорошо справляется особенно с ритмичным в низкочастотным фоновым шумом как бы полного абсолютной тишины он не дает но все все машины там и все что происходит вокруг вас заметно снижает есть традиционный режим прозрачности который стал модным последнее время и он действительно помогает слышать что происходит вокруг с ним фоновый шум кстати становится больше но это особенность работы самого этого режима есть еще дополнительный режим услышать что происходит вокруг он обычно активируется наш тапом на одной сенсорных поверхностей то есть прижал ее музыка стала тише а собеседника стало слышно очень удобно позволяет не вынимать наушники из ушей видите предусмотрели такой вот маленький выступ чтобы левое ухо можно было на ощупь вот так вот отличить от правого сразу и собственно вставить их в соответствующие уши в общем по дизайну вот такие вот заметно отличаются от airpods и всех кто пытается под airpods косить но собственно sony они на той sony чтобы предлагать свой внешний вид и свой собственный дизайн вот так вот выглядит их приложение компаньон необходимый элемент любых наушников современных то есть кратко показана информация о модели и зарядка самих наушников и кейса дальше идет управление вот этим вот ambient звуком ambient sound а можно его включить и выключить можно поменять силу шумоподавления и можно выбрать фокусироваться на голосе или же нет то есть меняется количество фонового звука в максимально левом положении это шумоподавление если же включить ambient sound совсем промахнулся сенсорное управление иногда подводит если же включить ambient sound то шумоподавление выключается и немного слышно что происходит видите картинка собственно демонстрирует наглядно что происходит в данном случае дальше эквалайзер то за что многие в принципе его любят любят продукцию sony можно выбрать один из пресетов или же настроить самым самостоятельно тут собственно 5 полос 400 герц 1 килогерц два с половиной 6 и 3 и 15 и 6 ну как бы не предел скажем свободы но зато есть еще дополнительный ползунок функции clear bass это наверно как один из лучших усилителей басов в плане как это даже сказать не натуральности а потому что усиленный бас и натуральность это как бы не те вещи которые ходят вместе а скажем наименее синтетичный в плане усиления баса дальше вот этот вот кусочек они добавили в приложение даже не знаю зачем но это как бы дублируется встроенный плеер показывает какой трек играется можно громкость менять и переключать и что интересно он подтягивает даже допустим из film music название текущего трека приложение к висит вот тут вот в но можно включить чтобы она висела в области уведомления и показывалась дальше нужно ли ставить паузу когда наушники из ушей вытягиваются качество звука приоритет на качестве или на кон на качество подключения ds и и речь x это какой-то улучшатель в общем если его включить то он действительно делать звук еще более увлекательным увеличивать сцену но скажем про это чуть позже я предпочитаю держать выключенным и вот тут вот главное ограничение с точки зрения юзабилити для меня но тут никуда от него не деться можно выбрать что делают тапы на наушник но вот на этой сенсорном участке то есть на левый у меня стоит управление вот этим вот ambient звуком короткий тап он переключает шумоподавление ambient звук или выключает его а длительное нажать вот это quick attention так раз это вот функция приглушить музыку и услышать собеседника на правом у меня стоит управление громкостью короткий тап повышает громкость длинный тап и и снижает но при этом на самом деле хочется еще вот этот вот playback control то есть в управлении воспроизведением еще на что-то поставить не хватает еще одного уха дальше уведомления и голосовой помощник можно выбирать языки разумеется есть русский язык при желании можно загрузить но и автоматически загружать обновление прошивок и устанавливать их но это в общем то основная задача подобных приложений обновлять прошивку наушников ну и тут дополнительно обучение версия можно запустить music центр то есть музыкальный проигрыватель от sony информация регистрация и все такое в общем как видите с точки зрения софта все за все как сказать все адекватно аккуратно хорошо правильно и так далее и конечно же а звуки традиционная записываю эту часть используя встроенный микрофон и наушников просто вставить твои уши не буду использовать никакую эквализацию усиление поэтому вот как запишет так и будет конечно же youtube то своим кодеком с потерями немного звук изменит но все равно думаю это четко дает представление о том как эти наушники звучат если говорить о звуке в общем будем использовать тот же м11 pro в качестве источника но разумеется большой разницы к чему их подключать нет из кодеков тут все равно есть только sbc но и насколько я помню еще и эйси для айфонов то есть никаких там и 5x и уж тем более ldc с одной стороны странно то что sony ldc продвигает но с другой стороны в принципе для true wireless модели у которой за все отвечает в основном цифровой процессор обработчик сигнала наличие каких-то продвинутых кодеков не так важно просто потому что в принципе тут тут скажем звук sony выкручен на максимум и в принципе они просто сделали максимально эффектный звук они не пытаются выдать максимальное разрешение они не пытаются какие-то там выдавать вещи типа там микро контрастов нейтральности супер натуральности насыщенности вот все вот эти вот аудиофильские штуки у них сдвинутые по боку то есть конечно они сделаны на необходимо достаточном уровне то есть это подход такой же как демонстрирует допустим apple до качество звука должно быть нормальным но сгнаться за аудиофилами никакого смысла нет для большинства скажем хватит нормального качества но sony пошли чуть дальше и скажем они выдали больше чем нормально они максимально подчеркнули те вещи которые скажем любят не аудиофилы то есть больше подчеркнутых низких частот даже не столько низких частот сколько конкретно низкочастотных вещей на про это поговорим чуть чуть больше подчеркнутых эмоции чуть больше такого вот эффектно прозрачных верхних частот то есть вот все максимально подчеркнуто причем сделано это не с помощью а чеха а именно с помощью каких-то более сложных обработчиков ну как бы это вот то в чем компания сильная и их плееры в общем-то этим греша ну не грешат а даже как как это правильно сказать в общем это их особенность не сказать что это какой-то недостаток наверное ну как если смотреть с точки зрения аудиофилии там и вот это вот чистого натурального звука туда это недостаток но если смотреть с точки зрения скажем просто слушать музыку то как бы эта подача она не не стопоцентно натурально но она дико веселая и увлекательная ну и в общем пойдем наверно по порядку бас тут акцентирован но акцентирован не количественно количество тоже его с помощью того вот clear bass можно поднять накрутить и добавить себе низких частот довольно много а акцентирован он в плане удара в плане упругости то есть вот такие вот вещи типа как удар в какой-то большой барабан там струна акустического баса вот такие вот вещи они очень красиво подчеркнуты акцентированы у них такая дополнительная выпуклость и рельефности есть поэтому скажем они вот именно подаются в такой эффектной манере скажем акустические инструменты из-за этого окажутся больше чем они есть на самом деле то есть они такие вот как скажем виолончель становится контрабасом отчасти но как бы для тех жанров подковка ты для которых они заточены и созданы это в общем то довольно большой плюс поэтому для электронной музыки вообще здорово особенно если баса добавить и для других скажем записи типа поп музыки там это тоже приятно ракешник какой-то не супер брутальный металл да и брутальный тоже неплохо но тут уже скажем такое подчеркнутые барабаны и все остальное ну и в качестве примера я взял отчасти необычный трек группа это уже была у меня на обзоре не раз но это вардруна если вы ее вдруг еще не слышали то это прекрасный скандинавский фолк но скажем такой с элементами эмбиента немного какого-то рока даже какие-то у попытки ухода в скажем как даже не знаю с чем его смешивали тут скажем наверное не с электронной музыкой ну скажем такой как при попсованный что ли скандинавский фолк ну то есть звучать эффектно и но при попсованный в хорошем смысле этого слова то есть не упрощенный в общем такой очень интересный микс жанров и эта музыка которая хорошо звучит как фоновая поэтому я часто использую допустим во время работы позволяет отключиться от окружения особенно если добавить скажем наушники с активным шумодавом но при этом если услушать внимательно то тоже есть что что послушать и во что углубиться ну и трек можно было выбрать любой но ансур ансур не знаю как его правильно назвать тут много таких больших барабанов ну собственно которые являются одним из двигателей всех любой фолк музыки по всему миру ну и тут они звучат очень рельефно очень эффектно спам благодаря вот этим вот наушникам как бы этот эффект сотрясения удается им хорошо среднечастотный диапазон тоже в общем такой вот эмоционально подчеркнутый больше эффектности чем на самом деле есть они пытаются скажем добавить эмоции пытаться добавить рельефности всему выпуклости то есть вокал чуть-чуть выдвинуть период подчеркнуть это все при этом как бы разрешение нормально но не более того никакой попытки фокусировать микро контраст и тут нет с другой стороны в принципе это дает довольно неплохой запас по толерантности к качеству записи то есть даже что-то плохо мастеренное сведенное на них звучит весьма нормально и кроме того конечно же им почти по боку скажем компрессия с с потерями стриминговые сервисы и всякие такие вещи то есть их вот аккуратно затачивали под массовое применение и им это хорошо удается они неплохо строят воображаемую сцену чуть чуть больше средней в глубину и ширину с вот тем вот эффектом edge и ds и ножом сутим вот шести буквенным спецэффектом они сцену строят даже еще больше но при этом она становится такой немного как бы это сказать разреженные то есть инструменты разносятся больше по расстоянию ну скажем расстояние оказывается слегка больше чем должно быть на самом деле поэтому я предпочитаю выдержать выключенным в общем эффектные очень драйвовая середина с максимально подчеркнутой вовлекательностью и в качестве примера очень люблю этот трек это алан parsons project гауди в общем-то чему посвящен альбом понятно даже по названию для тех кто не знает даже по названию тут этот первый трек лосограда фамилия он начинается с голоса рассказчика который таки повествует о том что вас сейчас ждет и вообще о чем это речь и трек очень классный люблю его сильно ну как и все что делал алан parsons оно и записано хорошо и материал такой вот скажем тоже как как он массовый но при этом не банальный то есть это вот скажем музыка которая понравится максимальному количеству людей без какой-либо привязки к жанрам то есть тут есть электроника опера оркестр роковая в общем все намешано но как бы это вот наверное жанр этого всего это просто музыка да или скажем жанр просто алан parsons и тут чем люблю этот трек первый раз когда я его слушал у меня очень впечатлил он начинается с такой вот распевки медленное вступление и потом внезапно такой переход очень классный на чуть-чуть притяжеленные гитары такой в роковом ключе немножко исполненный но при этом с почему скажем не с оперным но очень таким красивым мужским вокалом в общем откуда есть пошел весь этот ваш современный симфометал в общем и вот как вы понимаете трек насыщенный эмоционально и эффектами и эти наушники очень здорово на нем себя раскрывают и показывают но как бы они просто созданы для такой музыки как бы они тут все подчеркивают даже малейшие нюансы и как бы это так вот тебе в лицо кидает конечно немного скрадывается естественности натуральность но как бы за вот этим ярким калейдоскопом развлечения на это не обращаешь внимание и собственно верхние частоты они тут аккуратно сделаны очень сбалансирована вылеплены то есть протяженность где-то средняя потому что ну как бы кодекс потерями их срезает и sony не стали пытаться их там как-то реставрировать поэтому как бы протяженность средняя но скажем их достаточно их немного немало и отдельно спасибо что не стали тут прижимать верхние частоты потому что в принципе sony любит делать наушники басхедные по подаче для особенно те что подешевле тут видимо решили что это все-таки флагманская модель поэтому нужно все-таки врачи им обеспечить ну и собственно они сумели их сделать у них довольно приятная натуральность даже наверно чуть чуть натуральнее чем в очень в обычных true wireless наушниках без цифрового процессора но опять же скажем не ждите там какой-то супер протяженности насыщение обертонами слоистости гипер детализации нет тут скажем такие вот в че которые очень сбалансированы скажем без вот этих всех аудиофильских спецэффектов и попыток то есть разрешение нормальное но не более того ну и скажем атаки затуханиями тоже близки к натуральным но опять же той гиперреализма тут нет ну и скажем подчеркивать их тоже не стали хотя принципе можно так подбавить эквалайзером если кому-то надо добавляется такой вот ясности и чистоты ну и в качестве примера тоже чуть реже используемый мною трек но скажем тоже очень люблю это проект называется gentle storm стоит за ним арии как как он там арен антонин лукасин который бессменный лидер проекта арион прекрасные прогрессив металл в каток всегда он собирает оркестр кучу крутых вокалистов записывать какую-то такую полу оперную насыщенно пафосную вещь с крутыми темами всем остальным ну а тут он решил обойтись меньшими так сказать размахом всего одна вокалистка зато какая и чем хороший этот альбом он записан в двух вариантах тут чтобы полностью соответствовать названию есть gentle версия и storm версия storm версия это такой металл скажем ну как просто металл то просто хэви классический там хэви металл не супер брутальное что-то чисто такое массовая утяжеленная музыка но в данном случае выбрал gentle версия gentle версия такой бодренький фолк тоже и тут соответственно прекрасная история за всеми этими за всем альбомом стоит общем рекомендую к ознакомлению прочитайте историю прочитайте текст и так сказать ознакомьтесь с либретто подойдите к музыке с серьезностью уважением это удваивает удовольствие от нее ну а в джентл и и потому что сравнить gentle версию storm версию вообще прекрасно ну в общем да возвращаясь к треку тут в этой фолк версии много гитар акустических скрипка в общем хороший очень вокал женский в общем то что именно много уходит на в че конечно тут немножко не хватает вот этой вот протяженности но в целом звучит очень натурально естественно и приятно в общем еще раз резюмируя этот момент это наушники скажем с такой вот даже как сказать подача у них синтетическая но она в хорошем наверное смысле синтетическая то есть как бы она окрашенная так чтобы сделать ее максимально эффектной это вот как наверное хорошая какая-нибудь пластическая хирургия курс супер крутого хирурга если там вглядеться и знать что искать то вы увидите ее следы если же не вглядываться смотреть скажем с расстояния в полметра и дальше то это скажем максимально эффектно все выглядит очень красиво также с этими наушниками это шикарнейший вариант для массовых слушателей если говорить о сравнениях то как бы особо тут ни о чем не поговоришь всякие китайцы конечно же не дотягивают до этого уровня скажем все таки тут цифровой обработчик сигнала он часто рулит я думаю что в будущем этих дспшек будет больше всяких разных скажем добыть там airpods про и всех остальных конкурентов этой модели не удалось может быть ближе к лету скажем мифа о 7 и но был фалькан они просто тотально другие скажем они там детальнее нейтральные монитор не скажем но при этом не такие увлекательно веселые как эта моделька поэтому тут как бы выбор очевиден довольно таки так ладно эта часть получилась без того длинной в общем еще раз подводя итоги sony как они там называются это модель wf 1000 x m3 это классные true wireless наушники для тех кому нужен повлекающий звук и для тех кому важны качественные микрофоны скажем активное шумоподавление и все остальные фишки которые может дать работа хороших программистов поэтому вот такие вот наушники спасибо за внимание